Там, где местные власти держат руку на пульсе жизни, знают проблемы и пожелания жителей, работа по благоустройству и решению социальных вопросов идет хорошо. И лучше всего связь между властью и народом поддерживают активисты территориального общественного самоуправления. Сейчас в Краснодарском крае насчитывается более 6 тысяч ТОСов. Их лидеры давно уже стали настоящими проводниками народных инициатив. Зональное совещание состоялось по поручению главы Кубанского парламента. Встреча законодателей с активистами нужна, чтобы осветить важнейшие вопросы российской политики по социально-экономическому развитию страны, обеспечить более тесную взаимосвязь всех уровней местной власти. Председатели ТОСов, главы сельских поселений, представители районных властей, активные общественники девяти районов Краснодарского края собрались в здании Полтавского культурного центра Красноармейского района, чтобы обсудить работу самоуправлений в минувшем году и определить задачи на нынешний год. Люди обращаются, жители к нам с разными вопросами и по благоустройству, и со своими проблемами. Ну, некоторые вопросы мы решаем совместно с жителем. Нет, значит, мы с головой округа, с головой города, с головой района. Самое главное в работе – взаимопонимание, чтобы люди относились к власти доброжелательно. Председатель комитета законодательного собрания Кубани по вопросам местного самоуправления Сергей Желенко в своем выступлении отметил важность работы ТОСов и рассказал о реализации задач определенных национальных проектах. В течение 30 лет в целом-то в стране идет эта работа, но в Краснодарском крае, я просто еще раз подчеркну, что она одна из лучших. Ну и, конечно же, прошлый год важен тем, что президент Российской Федерации подписал стратегический документ. Это указ президента номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Он подробно описал, какие средства выделены на выполнение проектов в крае, призванных повысить уровень жизни кубанцев и стать отличным инструментом обеспечения социальной справедливости. Председатель комитета законодательного собрания Кубани по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский информировал собравшихся о необходимости правильного питания и подчеркнул, что считает ТОСы хорошим проводником внедрения здорового образа жизни. Вице-спикер законодательного собрания Александр Трубилин и депутаты осмотрели выставки стендов с информацией о территориальных общественных самоуправлениях. Глава Славянского района Роман Синеговский рассказал о том, какая работа проводится активистами ТОСов и как организована взаимосвязь с ними местной власти. Зональное совещание помогло распространению передового опыта, представило прекрасную возможность показать что-то новое в практике этой работы. Территориальное и общественное самоуправление – это реальная сила, способная изменять жизнь людей к лучшему. На сегодняшний день уже невозможно представить нашу жизнь без местного самоуправления. ТОСы объединяют самых неравнодушных людей, искренне любящих свои города и станицы. Именно ТОСы берут бразды правления в свои руки и выступают в качестве рачительных хозяев у себя на территории. Совместно с местными властями вы обустраиваете поселение, бережете созданное старшими поколениями. Подвел итоги работы совещания вице-спикер законодательного собрания Александр Струбилин, который отметил, что организаторы этого мероприятия постарались обогатить его самой важной информацией по актуальным темам. В прошлом году мы решили добавить больше практической составляющей нашим зональным совещаниям, сделать из них площадку для обмена опытом и получения новых знаний. В ходе семинара вы смогли между собой поделиться опытом. И сегодня лекторами выступали представители профильных комитетов ЗСК Сергей Викторович Желенко, Николай Николаевич Петропавловский. Особо отличившимся в общественной жизни активистам, вице-спикер вручил дипломы законодательного собрания, благодарственные письма губернатора и депутатов Государственной Думы. В числе награжденных было и три представителя Славянского района, в том числе и Наталья Кошель из поселка Целинного. Люди, они разные. Есть люди, до которых не достучись, а есть такие радушные, добрые люди, которые с пониманием относятся к нашему делу. И мне эта работа нравится. Я работаю от души за то, что заметили, за то, что оценили. Мне очень приятно. Будем стараться работать от души, честно, трудиться на благо нашего Отечества. Для активистов ТОСов главное – доверие населения. Всестороннюю поддержку работе на пользу жителям и развитию местного самоуправления власти Кубани будут оказывать и в дальнейшем. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин